Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Добрый день, я не могу сосредоточиться хоть на каком-то деле, пишите вы. Например, работа, любая, вместо того, чтобы делать работу, я свяжу к телефоне. Играю, читаю книжку, нахожу тысячи неотложных дел, вместо того, чтобы заниматься делом. Хотя вроде и мотивация денежная есть или что-то делаю, но без конца отвлекаюсь. Потом, когда нет результатов, я очень расстраиваюсь и думаю, что вот я могла же и винить себя, что страдало ерундой. Юля, вы мне задаёте твой вопрос здесь, чего вы хотите. То есть вы, как бы, ситуацию эту вроде бы описываете, а вот чего хотите, не совсем, как бы, понятно здесь. Поэтому я рекомендовал вам в первую очередь сформулировать именно вопрос. свой, да, то, что вы хотите, а с чего вы хотите. Вот, например, разобраться в себе, это одно, добиваться какой-то цели, это другое, да, и может быть что-то ещё. В целом, то, что вы описываете, очень похоже внешне, но то, что как будто бы есть что-то важное для вас, вот, как будто бы есть что-то важное для вас, но как будто бы вы сами это игнорируете. Поэтому, боитесь себе в этом признаться. Ну, например, денежная мотивация, вот, если говорить хотя бы про неё, про денежную мотивацию, то она, конечно, вне всякого сомнения важна, но только если у человека в качестве ценностей его, есть это самое действие. Денежная мотивация, если у человека в качестве его ценностей, как бы деньги не находятся, да, вот, то денежная мотивация выглядит очень full trouble. Так называемая меркантильность, о которой обычно говорят в довольно-таки негативном ключе, я воспринимаю просто как ещё одну ценность. Но проблема в том, что по-настоящему меркантильных людей, которые бы ставили во главу угла именно материальные, скажем так, ценности по-настоящему меркантильных людей на самом деле не так много. По крайней мере, в моей практике таких людей встречалось крайне и крайне мало. Вот, и на мой взгляд, это очень хорошо судит от того, как люди вообще-то склонны себя сами обмануть. Вот вы говорите, что вроде бы денежная мотивация у вас есть. Ну, тот факт, что денежная мотивация у вас вроде как есть, но в то же время вы отвлекаетесь, говорит о том, что, ну, вам её недостаточно. Скорее всего, деньги у вас на самом деле не так уж сильно вдохновляют. Почему? Да, потому что, в противном случае, вы бы занимались тем, что нужны, не отвлекались бы. И вообще, для вас в таком случае важнее было бы эти самые деньги получить. А раз вы только говорите о денежной мотивации, то, извините, но, вот, скорее всего, вам сами по себе деньги не сказать, что бы особо были важны. Вот. Но, если вы в этом себе признаетесь, то получите, вероятно, другую проблему. А зачем же тогда, ну, мне что-то делать? Если деньги мне не важны, если допустить, что я не меркантильна, то зачем мне тогда это делать? И вот, подобных вопросов, вероятно, вы боитесь. То есть, по факту, это напоминает такой своего рода кризис определенный, вот, в котором вы оказались. Ну, кризис, в котором вы как будто бы боитесь сами себе признаться. Ну, вот, так что здесь начинает некое переосмысление, пересмотр ваших цен. Чтобы вы не говорили, например, о том, что у вас вроде как денежная мотивация есть, а вам, получается, этого недостаточно. Вот. А иногда помогает, как бы, акцент на том, как вы распорядитесь деньгами, которые у вас либо будут, либо могли бы быть. Вот. На что вы их потратите? Потому что, если денежные средства тратятся не на то, что вы хотите, а на что-то другое, то и на необходимости в них, в общем-то, в общем и целом, ээээ, ну, мягко говоря, необходимости в них особо вы и не заметите. Ну, потому что деньги с вами тратятся на то, что вам не нужны, не нужны. Поэтому здесь посмотрите на то, на что вы тратите свои деньги. Эээ, нет, я не лезу в ваш карман, как распорядиться с деньгами вы решаете сами. И только сами. Вот. Меня больше интересует именно то, что я сказал, чтобы то, на что вы тратите свои деньги вызвало у вас чувство именно, эээ, ну, вот, скажем так, воодушевление, чувство вдохновения и так далее. Вот. Это очень важный, как мне кажется, момент, на который, к сожалению, люди не обращают внимания. Следующий аспект – это аспект того, что, на что вы отвлекаетесь, то, на что вы отвлекаетесь, может быть, вообще не связано с деньгами, может быть, вообще не связано с вашими ценностями, а может быть, просто старым, но важным моментом, который вы по некоторым причинам игнорируете. Ну, вот, просто потому что, если вдруг вы игнорировать это, перестанете, то ваш образ будет другим. И вам этот образ, ну, скорее всего, не понравится. Вот. Поэтому тут есть еще вот такой важный, на мой взгляд, нюанс, на который вам нужно обратить свое внимание. И спросить себя, честно, спросить себя, честно, чего я хочу вообще. Вот. Что мне-то вообще, собственно говоря, нужно. Вот. Вот. Может быть, меня все-таки что-то не устраивает. Может быть, мне все-таки что-то не нравится. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому вот, крайне важно, чтобы вы обратили на это свое внимание, свое пристальное внимание. Вот. Что еще можно сказать? Еще можно, наверное, сказать о том, что в том, у вас могут быть трудности с пониманием, но лично у меня вопрос вызывает то, что вы потом предъявляете к себе требования. То есть, по сути, да, вы обвиняете по полу. Это очень интересный, как мне кажется, момент. Дело здесь в том, что вполне вероятно, будучи в целом склонны к тому, чтобы себя обвинять, будучи в целом склонны к тому, чтобы себя обесценивать, вы, ну, бессознательно или подсознательно, создаёте ситуации к ситуации, в которых вы могли бы, ну, как-то вот себя в чем-то обвинить. Вот. И это, на мой взгляд, больше подходит под, ну, в целом, в целом такое вот ваше отношение к себе. Это в целом больше походит на то, как вы к себе сами относитесь к сожалению. То есть, целиноправленно ставите себе определенного рода задачи, которые, скорее всего, вы не выполните, ну, не сможете выполнить, да, не сможете там реализовать, чтобы потом себя обвинять. Для чего вам это нужно? Достаточно хороший, как мне кажется, вопрос, связанный зачастую с тем, что человек в других обстоятельствах, то есть в обстоятельствах, когда он себя не обвиняет, ну, когда он себя не обвиняет, да, вот. Он чувствует себя достаточно не уютно, чувствует себя достаточно тревожно. Вот. И только когда человек себя обвиняет, он ощущает себя более-менее спокойно, более-менее уверенно, что ли, и более уверенно, более, более-менее в, скажем так, безопасности, более-менее безопасности. Поэтому вы можете совершенно спокойно обвинять себя именно для того, чтобы почувствовать себя безопасно. Вот. И последний момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, как в целом вы относитесь к своим, ну, например, потребностям. Как в целом вы относитесь, например, к своим желаниям. Как в целом вы относитесь к тому, что вам важно, что вам ценно и так далее. Вот. Вот именно в целом как вы к этому относитесь. В целом как вы проявляете, например, свою внимательность к себе. Интересно ли вам ваша жизнь, помимо работы. Потому что пока, судя по всему, вы свой интерес проявляете, ну, вот, в виде таких, ну, таких урывок, я бы сказал. По крайней мере, да. Вот. То есть, такие вот урывки у вас возникают. Как будто бы вы, знаете, такой, ну, партизан на войне, да. И вот, пока врага не смотрит, вот, вы можете позволить себе отдохнуть. Можете позволить себе покопаться в телефоне, поиграть и так далее. Вот. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь на то, что ваши проблемы будут разрешены. Обращайтесь за помощью и формулируйте свой вопрос. Вопрос. Вопрос.